Всем привет, с вами современные брони, с каждым обзором мы приближаемся к спешл по пятому поколению, который выйдет я напоминаю 6 июня, и у нас уже есть где-то полторы минуты кадров оттуда, и можно составить такое небольшое мнение по этому поводу. Ну, первое, что нам показали, это Брайдл Вуд, и светящиеся светлячки с цветочками, и все наши персонажи, как обычно говорят, вау, красиво, но Изи предположила, что магия эта была, скорее всего, и до появления магии у всех остальных, короче, вообще неинтересно. Ну и дальше 40-секундный хайп вокруг какого-то актера, который один раз пришел и уйдет вместе со своим персонажем. Такое уже было в четвертом поколении с Рарой и Серенадой Идриэль. Кстати, все они были певцы номер один, и да, в одном мире. И если Рара была давней подругой Эпплджек, и ее исчезновение сериала было ощутимо, хотя, конечно, упоминания были, то Дриэль мы не знали, и она там спела песенку на фоне, и как бы все. Хотя многие что-то и про нее хотели узнать. А тут же Хасбро решили вновь потратить кучу денег на то, чтобы пришла певица, спела песенку и ушла. Такая схема в сюжет, мир и персонажи делает вообще никакого вклада. И сделано это чисто ради фан-сервиса, по типу, посмотрите, у нас тут классный и дорогой актер. Когда посмотрите спешл, бегом смотреть недоделанный Мэки Умарк и Тейл из спиртящим Спарки. Да, в такой реальности мы живем, ребята. И опять же, если сложить эти две вырезки, то можно понять, что серия в очередной раз про очередной праздник. Да, третий спешл про праздник. Офигеть. Где, скорее всего, сюжет крутится вокруг того, чтобы поскорее собраться на тусу и потусить. Возможно, там будет какой-то мелкий конфликт, как Winter Wish Day, который решается за пару сцен. И все, дикий дэнс под песню от пони, которую мы больше никогда не увидим. И почему-то, я уверен, и не услышим. Короче, как я понял, Хасбро уже пытается делать из G5 фан-сервис, где особо не надо стараться и просто хайпить на базе, что было сделано в мувике 21 года. То есть, понимаете, наш G4 стал фан-сервисом где-то в 17-м году. Ну, как фан-сервисом. Начал хайпить на том, что не влияет на сюжет в принципе. Но он мог позволить себе это делать. Ибо на всем этом стояла база, которую развивали 6 лет. И такие фан-сервисные моменты в сериале были плюс-минус уместны. Тут же мир едва родился, едва год прошел. И все, они вновь хотят ничего не делать и тупо хайпить. В общем, по новому поколению ничего интересного, как обычно. А почему я так много рассказывал в этой рубрике про G5? А потому что сегодня у нас новый сценарист, Мерр Уэзер Уильямс. Сказать про него, очевидно, я ничего не могу. Поэтому давайте посмотрим на его первую работу в этом замечательном мультсериале. И ведь, знаете, 5-е поколение уже родилось фан-сервисом. Ибо главных героев, вы только вдумайтесь, главных героев озвучивали тоже мега-актеры, которые позже заменили. Типа, пусть в фильме их озвучивают крутые актеры, ибо фильм будет крутым и классным. А вот сериал будет похуже, можно и актеров, графику сменить и особо не думать над сюжетом. Короче, меня задолбал этот бесконечный кризис. Просто в мире в какой-то момент все люди внезапно захотели заработать побольше денег, да побыстрее. Как будто завтра конец света, задолбали уже, честное слово. Дайте плановую экономику, я хоть колбасу вкусную поем. Короче, синопсис. Радуга Дэш, самый известный житель Панивиля. Она всегда успевает прийти на помощь, когда она нужна. Со временем популярность Радуги настолько выросла, что о ней стали писать в газетах. У нее появилась куча фанатов. И это вскружило Пегаске голову. Она стала зазнаваться и хвастаться. Такое поведение лучшей подруге не понравилось Искорке, Эпплджек, Рарити, Пинки Пай и Флаттершай. Но Радуга не слушала их и продолжала вести себя высокомерно. Но вскоре все изменилось. Через некоторое время в Панивиле объявилась загадочная пони в костюме и маске, которая успела спасти попавших в беду раньше Радуги. После череды несчастных случаев, окончившихся хорошо, лишь с помощью нового героя, Радуга обнаружила, что таинственные пони сильнее, быстрее и ловчее нее, а также владеет магией и умеет летать. Радуги предстоит разоблачить таинственную пони и выучить новый урок. Хм, странно, такой же синопсис и в Википедии. Вроде бы и спойлерно, а вроде бы и нет. Допустим, возьмем второй абзац за основу тоже. А так, это вроде уже вторая подряд серия про Рейнбоу Дэш. Не сказать, что я прям счастлив, ибо в синопсисе она там будет кого-то спасать и популярность набирать. То есть, если бы я был брони в то время, то вряд ли бы меня заинтересовала эта серия. Хотя, таинственная пони в маске звучит достаточно заинтригованно. Ну что ж, давайте же наконец посмотрим, какой сценарист этот ваш Мэри Уэзер Уэзер Уэльямс. Ну, давайте попробуем что-нибудь придумать. Наверное, сразу начну с того, что эта серия отличается от прошлой. Да, теперь народа здесь куда больше. Куча пони буквально в каждом кадре, особенно детей. Но мало того, что пони там много. Так там еще есть новые локации, по типу горы, с дорогой ведущей в никуда. Окей, ну и какая-то плотная застройка в Панибире, где Рейнбоу гонялась за своим конкурентом. Ну и еще Панибирская Тампа, о которой, правда, вскоре забудут. То есть, в качестве фанов, все в этой серии в порядке. Мэйр Дуэл. Загадочная пони в маске, которая сохраняет интригу до конца серии. Я пытаюсь вспомнить, был ли я при первом просмотре удивлен, когда это были друзья Рейнбоу. Но в любом случае, намеков, то, что это действительно они, было достаточно мало. Только, наверное, цвет магии, это и самый Мэйр Дуэл. А так, если есть интрига в серии, с начала и до конца, по крайней мере для первого просмотра, это очень даже хорошо. Дальше, наверное, пойдет конфликт. А именно то, что Рейнбоу слишком сильно зазналась, когда сделала несколько спасений. И получила несколько искренних благодарностей. Персонаж выбран на эту роль достаточно хороший, ибо Рейнбоу очень сильно ценит свой имидж. И ей всегда нужно признание. И чем это признание приятнее, тем ей же лучше. Ну и, конечно, в этой серии мы видим, как это признание действует на саму Рейнбоу, когда его слишком много. И благо, в этой серии друзья смогли ей помочь скорректировать поведение под более-менее нормальное. Ибо это зазнайство было явно лишним. Ну и, конечно, сам конфликт очень понятен. Фонни сделала что-то хорошее несколько раз и теперь хвастается этим, что аж от этого некоторым не по себе. Что ж, перейдем в следующую рубрику, где у меня, конечно, есть что сказать. Знаю, у многих фанатов Рейнбоу от этой серии сильно пригорело. И ведь действительно, друзья, поступили с Рейнбоу достаточно жестковато. Нет, конечно, я придумать ничего альтернативного не могу, но можно понять, что чувствовала в момент раскаяния Рейнбоу. То, что делала ее счастливой, ее близкие друзья постарались разрушить. Конечно, не из-за коварности, как раз-таки наоборот, для ее же блага. Просто другого способа и не было. Ибо Рейнбоу, скорее всего, бы не слушала или посчитала, что это покушение на ее счастье. То, что Рейнбоу это принесло, это, конечно, чудо, ибо я бы не смог такое перетерпеть. И чувства бы во мне переплюнули бы здравый смысл. Было уже, проходил. То есть, даже мне, не фанату Рейнбоу, было неприятно смотреть на то, во что в итоге это все вылилось. Кстати, про Рейнбоу. Да, в очередной раз эта серия про нее, и мне вновь это не очень нравится. Ну, вот так, не связали с этой пони мы характерами. Но, опять же, это лично, меня можно тут не служить. Дальше следует еще один немалый пункт. Это гиперполизация всего происходящего. То есть, всю серию происходят какие-то катастрофы. То жеребенок в колодце, то коляска с горы скатится, то стройка развалится. В общем, все сразу и в один день или неделю, не знаю. Дэш тоже тут ведет себя гиперполизированно. Ибо, когда пони падают в воздушном шаре, не думаю, что Дэш просто продолжал бы писать автографы. Ну и, конечно, гиперполизированные пони, которые вмиг забыли, кто такая Дэшка, и переключились на Мэйр Дуэл. Да, в этой серии меня это достаточно часто смущало. Будто что-то не так происходит в этой серии. Впрочем, что еще не так происходило в этой серии, мы сможем узнать в следующей рубрике под названием «Придирки». Интересно, а остальные члены смс-ок не против, что тут происходят некие встречи фанатов Рэймбоу? И вообще, что тут делать взрослые пони? Тут вроде бы еще две взрослые пони, но они куда-то пропали. Бонбон, что ты тут делаешь? Если будете в словаре искать слово «Лучшее», то рядом вы найдете фотографию Радуги. Подраздаю! Это слово уже устарело. Не думаю, это скорее мера и очевидно самое лучшее. Это как бы, ну, самое лучшее. Даже ничего не добавить. Скорее, само наличие этого клуба должно было скружить Рэймбоу голову. Ммм, заводские облака. Ого, что это с ними? Ну, не знаю, тут просто ребенок, наверное, кричал. Что с этой коляской? Кто ее так запульнул? И что это за крутая дорога, прерывающаяся обрывом? Взлетопосадочная для пегасов? Это всего лишь небольшое второе спасение, а уже пришли журналисты. Балкон вроде был нормальный и без всяких предупреждений о ограничениях. Но он все равно за 10 секунд треснул и обвалился. Знаю, что Рэймбоу сильная пони, но вряд ли она в полете поймает аж 4 пони вместе с балконом. Кстати, я только сейчас заметил, что ее друзья как-то вяло пытались ей сказать, что так делать лучше не надо. А Рэймбоу просто в своем стиле давала интервью в газету. Когда-нибудь я стану такой же, как вы! Боюсь, что нет, ты не пегас. Кстати, если я не ошибаюсь, такого не бывает. Пони должна была тут же вылететь из корзины шара, как бы она там не держалась. Кстати, наверное, Спайк дико счастлив, что пишет карандашом, а не этим вашим неудобным пером. Действительно, куда делся водитель? Думаю, после наматывания Рэймбоу на колесо, та долго не проживет. И вряд ли такие деревянные колеса переживут такое сопротивление, и скорее всего, они должны были давно разлететься. Она прыгает по фоновым горам? Это как? После короткого замыкания, все электричество должно было тут же автоматически вырубиться. Тут столько сверху упало, что стройка должна была развалиться еще где-то полминуты назад. Если плотина рухнет, весь город затопит! Кажется, пони Вилен нужен герой! Да, какой-нибудь строитель, который залатает дыру. Что это за плотина, которая разрушается от одного касания копытом? Вообще, Дэшка сейчас нехило так закидала камнями. Я понимаю, что твой этот крутой маг, но чтобы вмиг починить плотину? Серьезно, зачем тогда все эти строители нужны? Лутершай плохо умеет летать, так что вряд ли такое могло бы произойти. А вообще, никто не хочет задаться вопросом. Имеет рог и крылья, а получается ли корн? Луна или Селестия решили поиграть в супергероев? Или это новая принцесса спасений? Автобусы и детские коляски всегда скатываются с этого холма. Но когда нужно, здесь нет ни того, ни другого. А может кто-нибудь закроет эту дорогу, чтобы такого больше не происходило? Я помогу вам перейти через улицу. Тут нету трафика, чтобы были проблемы с переходом улицы. Я спасла этот газон! От чего? От сырников, которые намеревались уничтожить эту лужайку. Глупо. А в чём Дэш не права? Вообще, неотличимой частью характера Дэш является верность. И я думаю, её фананы должны были быть верны ей до самого конца. Бро, пожаловать на первый и наверняка не последний парад. Ха, я всё же думал последнего. Интересно, как твой от Эпплджек потом успеёт одеть этот костюм? Почему-то никто из толпы не решил состановить Рейнбоу. Что это за каменные постройки в Паннивилле? Интересно, почему Пинки не предсказала, что на неё упадёт Рейнбоу Дэш? Эй, даже не будет излагательств. Фух, подведём итоги. Неоднозначная серия это я. Многих эта серия задела, и скажу честно, меня тоже. Хотя не так ярко, ибо я не фанат Дэшки. Но всё же, знаете, серии действительно не хватает момента, где Дэшка своим поведением обижает своих друзей. Прям вот по-чёрному. Чтобы действия Мэйнсикс были более оправданные. Ибо всё равно кажется, что с Дэшкой поступили достаточно жестковато. Также о общей атмосфере. Если смотреть, то серия наполнена всяким разнообразным визуалом. От пони до фанов. Но вот происшествия происходят слишком гиперполизированно. Поэтому для меня эта серия это такой среднячок. Причём где есть хорошие, так и равномерно плохие моменты. В любом случае, благо новый сценарий сейчас пока что в грязь не ударил. А просто написал среднячок. А в будущем он напишет мою самую любимую серию во всём МЛП. Она, кстати, будет следующей его работой. И на эту серию уже есть обзор. Так что нового обзора на неё не будет. А пока что, ребята, сегодня я всё же запущу разговорный стрим. На часик пораньше попробуем. Просто проверить, как народно это придёт. А пока что, всем пока и до скорого.